Привет, это дневник ФНТВ и сегодня в финансовом университете проходит межрегиональная окружная конференция, посвященная вопросам повышения финансовой грамотности населения в центральном федеральном округе. Это 18 субъектов Российской Федерации, представители каждого из них приехали сегодня к нам сюда, в центральный банк, Ассоциация развития финансовой грамотности и, конечно же, Министерство финансов Российской Федерации. Пойдем посмотрим, что происходит наверху. Рад всех приветствовать, благодарю, что нашли возможность, в общем-то, уже в непростой стадии бюджетного процесса на эти время и приехать, чтобы обменяться опытом это мероприятие. Мы считаем, что оно будет взаимно интересно. Для нас точно интересно, что у вас происходит, какие сложности, и уверен, что вы найдете интересное для себя, пообщавшись с коллегами, перенимая лучшие практики. Если чем-то мы полезны, то, в общем, открыты абсолютно и с удовольствием готовы на все вопросы ваши отвечать. Поэтому я благодарю вас за участие и финансовый университет, за организацию нашего мероприятия и за те возможности, которые мы здесь сегодня увидим. Спасибо большое. Ключевыми вопросами работы дискуссионной площадки стали цели и задачи развития финансовой грамотности в новых условиях, а также перспективы реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2030 года. Многие из вас знают, что стратегия реализуется в два этапа. Первый этап был такой, в общем, в большей степени пилотный, когда примерно половина регионов разрабатывали программы, нарабатывали какие-то практики, и мы формировали основу для такого плотного образовательного фундамента. Но сегодня можно смело сказать, что проект перешел во вторую стадию, стадию масштабирования и фактически стал общегосударственным, таким национальным, большим проектом. Заместитель министра финансов России в своем выступлении рассказал об основных приоритетах работы Минфина и методических центров в рамках стратегии, цель которой формирование финансово-грамотного поведения граждан, повышение уровня их финансовых знаний, обеспечение доступа к достоверной и надежной информации о финансовых услугах. Изменение внутренних и внешних условий функционирования российской экономики, давление, которое оказывается на нашу финансовую систему, предполагает совершенно другие требования к доступу к достоверной, объективной информации о новых финансовых услугах, о схемах, которые применяют финансовые мошенники. Совершенно по-другому встает проблема доверия к финансовым институтам, к Минфину России, к Банку России. И в этой связи мы должны понимать, что в рамках финансовой грамотности основной вопрос уже не связан с получением базовых знаний, основной вопрос связан с формированием ответственного, грамотного финансового поведения населения и совершенно другого отношения к защите прав населения как потребителей финансовых услуг. Наша работа, которая носит комплексный характер, дает свои результаты со временем, потому что финансовая грамотность, тематика связана с изменением поведения. Изменение поведения связано с формированием должных установок, знаний и возможность применять эти знания на правительстве. Поэтому продолжать мы ее будем, я думаю, на постоянной основе. Именно поэтому финансовая грамота с 2020 года входит в число базовых приоритетов Банка России, его функции, закрепленных в том числе федеральным законом. И наша совместная работа здесь с правительством, с Министерством финансового, с Министерством просвещения, другими органами, власти, экспертами, ассоциациями, как мне кажется, создала уже надежный фундамент для того, чтобы действительно обеспечить эффективное продвижение этой повестки для нашего населения и для предпринимателей. Спасибо большое. Сегодня мы проводим очень серьезное мероприятие, которое является одним из цикла мероприятий, который реализуют Банком России и Министерством финансов Российской Федерации с участием федеральных методических центров финансовой грамотности. И мы присутствуем на самом деле на историческом событии, это перехода от количественных мероприятий к качественным задачам совершенствования методики преподавания финансовой грамотности в Российской Федерации. На базе финансового университета успешно функционирует Институт финансовой грамотности. Это федеральный методический центр Министерства финансов Российской Федерации. Методический центр разрабатывает тематические образовательные программы и обучающие материалы, а также проводит просветительские мероприятия для взрослого населения страны.